Вот вы знаете, мы не сказали об очень важной вещи в предыдущей части передачи. О том, что первое сказал Трамп, когда он обращался к народу после своей победы. Он сказал, что он будет президентом и для тех, кто голосовал за него, и для тех, кто голосовал за Пинта, он постарается страну объединить. Второе, и главный вывод, который можно сделать из событий в Америке, это то, что США станется другом Украины. Но нельзя ставить равенство между, что США будет другом Украины, и что оно будет дальше поддерживать безоглядно преступную власть, которая на сегодняшний день правит в Украине. И нужно быть еще очень важной вещью, как бы все это прекрасно понимают, что с победой Трампа очень реальными становятся досрочные выборы в Украине. То, что сейчас сказала власть устами СБУ, это фактически игра на упреждение. То есть все понимают прекрасно, что на фоне приближающихся новых выборов нужно задавить оппозицию и всех тех, кто высказывается против власти. То, что происходит на сегодняшний день в отношении оппозиционного блока как единственной оппозиционной силы, которая реально этой власти противостоит, можно привести примеры по всей Украине. Если привести пример с Вадимом Новинским, по которому внесено в парламент представление на лишение его депутатской неприкосновенности по абсолютно надутому делу. Сегодня проведен обыск в квартире с малолетними детьми с кучей физзащиты у сопредседателя политисполкома нашей политической силы Александра Косинюка. Избивают наших активистов по всей Украине, в Киевской области, в Одесской области этих примеров можно привести массу. Власть должна... Вот сегодня мы говорили о тех моментах, которые... Вот жалко, что Ивановна ушла. Что три года назад требовали люди? Люди требовали Евроассоциации, которую не ошибочно представляли, что это вступление в Евросоюз. На сегодняшний день одним из сообщений украинской власти, что украинская власть возмущена Европейским Союзом, который нарушает угоду про ассоциацию. Безвиз, который мы прекрасно понимаем, что его не будет. Рост благосостояния нашего народа, которого нету, провалило за три года все в три раза, люди стали нищими. Соответственно, перед людьми нужно отвечать. Трехлетняя годовщина этих событий идет. И, соответственно, власть, идя на упреждение, идет на такие беспредельные шаги. Если все политические силы, вот то, что сказал Трамп в Америке, если все политические силы в нашей стране не объединятся вокруг того, что нам нужно цивилизованно выйти из этой ситуации, если мы дальше будем слушать этот бред СБУ, прокуратуры и МВД в отношении того, что они ищут каких-то врагов только сами для себя, то это закончится тем, что вот как... Там знаменитая фраза «Страшно далеки я не от рода». Мы помним, чего это нормально.